Оно выглядит как обычный болотный сорняк, но это замечательное растение широко распространено в Азии и пользуется широкой популярностью благодаря своим полезным свойствам. О траве памяти, которую смогли вырастить в ВГУ, в репортаже Елена Цветковой. Научное название этого растения – цинтелла азиатика или щитолистник азиатский. А вот на его родине в Китае его называют тропическим фонтаном здоровья. Вид уникальный, потому что суперполезный для нашего здоровья и не только, даже для животных. Слоны, когда болеют, поедают массово цинтеллу у себя на родине в Индии. Тигры, когда подрались и подрали друг друга, также кушают это растение для восстановления сил. Съедобны не только листья цинтеллы, но и её корешки. Приятные на вкус, их можно высушивать и добавлять в еду, делать отвары или употреблять растения в свежем виде. Готовить салаты и смузи. Это, например, очень распространённая практика в Таиланде. Как тонизирующая, улучшающая кровоток, кровоснабжение головного мозга практически любого органа. То есть, по сути дела, цинтелла таким универсальным средством является, потому что всё здоровье, в принципе, зависит от наших сосудов. И если всё хорошо с ними, в чём помогает цинтелла, значит всё хорошо и с нашим здоровьем. Цинтелла широко распространена в Азии. Благодаря своим полезным свойствам используется для улучшения обмена веществ, укрепления иммунитета и центральной нервной системы, за что и получила второе имя – трава памяти. Она очищает бронхи и оказывает на организм омолаживающий эффект. Хотя, на первый взгляд, это обыкновенный, ничем не примечательный болотный сорняк. Любой желающий может вырастить это стеллющееся растение дома. Если мы вот эту посадочную единицу берём, уже отсюда хороший кустик цинтеллы можно вырастить. Соцветия такие невзрачные, бело-зелёные мелкие цветочки. Запах, конечно, не могу сказать, что очень приятный, но он не навязчивый. Видимо, содержит вот эти специфические эфирные масла. Ботсад ВГУ активно сотрудничает с Китаем. Многие из этих растений выращены из семян, привезённых из провинции Сычуань, из Ботсада на горе Эмуйшань. Растение очень неприхотливо. Оно болотное, нужно переувлажнение мощное. Поэтому в горшке без дырочек культивируем, чтобы вода не утекала. И используем его как даже увлажнитель воздуха в наших квартирах. Атмосфера здесь поистине тропическая. Температура воздуха достигает 35 градусов, а влажность практически 100%. Поэтому, если вы соберётесь в оранжерею на экскурсию, ни в коем случае не повторяйте наших ошибок и не надевайте тёплую верхнюю одежду. Елена Цветкова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.